Приветствую каждого игрока от Овощи до статисты на моем канале. Ребят, сегодня в Steam поступили новые предложения, новые предложения с танками. Значит у нас есть повод покритиковать эти предложения. Для того, чтобы их найти, переходим в страницу Steam на главную, потом опускаемся вниз, здесь есть контент для этой игры, нажимаем посмотреть все, и вот они три новых предложения. Big Boss Pack, Stream Pack и... ну и в общем RAM 2. Давайте сначала разберемся с бесплатным пакетом. Бесплатный пакет содержит в себе 3 дня према, 100 тысяч кредитов, сертификат прорыв, камуфляж прорыв и эпический аватар, стихия Steam. Ну думаю тут предложение однозначно для всех, однозначно стоит зайти в Steam, однозначно стоит нажать кнопку загрузить, вот как делаю я, просто нажимаете загрузить, просто получаете себе в игру эти нишники. В принципе с этим предложением все понятно, тут просто 3 дня према и вот 100 тысяч кредитов, ну приятный бонус, короче, но на самом деле не решает. Самое выгодное, что здесь есть, это камуфляж прорыв, посмотрим на этот камуфляж, если он, конечно, мне будет начислен. О, смотрите, ребят, все в игре появилось, то есть он мне что-то там подглючил, но в итоге все начислил, вон видите, сверху появляются предложения, то есть вот 3 дня према, 100 тысяч кредитов, камуфляж прорыв и аватар стихия Steam. Интересный аватар, давайте поставим. Почему бы и нет? Я думаю, сейчас все с ним будут ездить. Давайте глянем на этот камуфляж. Вот так он будет выглядеть. Ну, в принципе, да, очень похоже на стихию Steam. Окей. А, нет, это прорыв, прорыв, да. Хорошо. Но его надевать я на этот танк не буду. Так, возвращаемся в Steam. Значит, с этим предложением мы разобрались, я его получил. Давайте смотреть другие предложения. Также имеется предложение на RAM-2. Давайте его рассмотрим. Здесь у нас RAM-2, танк пятого уровня, эпический камуфляж изумрудное сияние, 7 дней премиум аккаунта, 250 тысяч кредитов и 10 сертификатов X5, непонятно на какой танк, но скорее всего на RAM-2. В целом, это очень убогое предложение. Тем более, за 400 рублей. 400 рублей, пожалуй, это многовато. Вот если бы оно стоило там рублей 50, да, можно было бы взять, ну, чисто побаловаться на RAM-2 пока ты. А за 400 рублей это предложение убогое, и я бы его брать однозначно не стал. Но у нас есть еще более интересное предложение. Уже со скидкой. Скидка аж 70%. Big Boss Pack. Давайте посмотрим, что же нам тут положили в Big Boss Pack. М6А2Е1 экспериментальный. Американский тяжелый премиум танк восьмого уровня. Плюс слот. Гуся восьмого уровня, думаю, знают все. Гусь восьмого уровня. В принципе, устарел, но все еще играется. Мы его сегодня даже выкатим. Ну, чисто ради развлекухи. Один бой на нем скатаем. В режиме причем, потому что это же набор Big Boss. Как же без режима. Девять слотов оборудования, ну, то есть ему оборудку флюпили. Хорошо. Эпический камуфляж, энергия плазмы. Анимированный обвес, эмоциональный прожектор. 30 дней према. 25 сертификатов X5 для М6. А, а там не было написано то, что это для RAM-2. Значит, соответственно, можно для всех использовать. Но все равно это не делает то предложение более вкусным или выгодным. И легендарный аватар Багровая молния. Багровую молнию пихают куда ни попадя. Поэтому, если вы покупали хотя бы одно из последних предложений, то, думаю, она у вас есть. У меня вот, например, она есть. Я ее вам попозже чуть-чуть покажу. Окей. Это предложение выставляется как за 4500 без скидки. 4500 без скидки. За что? За М6А2Е1? Серьезно? За гуся восьмого уровня. Устаревшего гуся. 4500? Или за что тут? За прожектор? Оооо. Ну, вообще. 4500. Да даже 1350 за этот набор. Это офигеть как много. Если бы он стоил рублей там на 500, ну еще куда ни шло. Но 1350, ну это просто. Ну, блин, у меня слов нет. Этот танк стоит от силы. Ну, 6000. Да, 6000 голды. Это вот какой-то, не знаю, в красный день ему цена. На самом деле он стоит пятак. И не более. То есть, реально, вот, ему настоящая цена это 5000 золота. Шкатулка на 16000 золота, по-моему, 1700 рублей стоит. Примерно. Ну, там 1800 или что-то такое. А здесь предлагают 1350 за танк, который стоит пятак. То есть, у вас останется еще 11000 голды. Банально, если вы купите ту предложение со шкатулкой. Энергия, плазма и эмоциональный прожектор. За это, что ли, доплачивать? Или 30 дней према. Я не знаю, кому сегодня према не хватает. Тут у меня 500 дней према. Куда мне еще больше? Эти 30 дней мне нахрен не нужны. 25 сертификатов на X5. Ну, круто. 30 тысяч свободки дадут. Ну и все, в принципе. В этом предложении нет ничего ценного. И вот это все со скидкой 70% это бред. Бред сивой кобылы. Скидка 70% должна быть от этой суммы. От 1370. Ой, от 1350. Вот если бы они дали скидку 70% от этого предложения. Да, тогда бы еще можно было как-то рассматривать покупку вот этого танка. Ну и в принципе всего набора. Но вот за эту цену это вообще не предложение. Это бред. Это просто дичь. Ну, я думаю, что вы все поняли, что нужно просто зайти в Steam и взять бесплатное предложение. А на эти два предложения, по большому счету, просто наплевать. Сделать вид, что вы их не замечаете. К слову, если вы еще не забирали вот этот фрипак, там тоже три дня према. Поэтому заходите, забирайте. Ну, мало ли, есть такие люди. Оно уже очень давно. Его уже, наверное, практически все забрали. Но, если вы не такой, то зайдите и заберите. А теперь немножко игровой части. Переходим в нашу замечательную игру. Здесь у нас есть М6А2Е1. Вот он, этот экспериментальный гусь. Гусь восьмого уровня. Танк в целом устарел. Давайте посмотрим его характеристики. Буквально быстренько окинем взглядом. 1900 ДПМ на восьмом уровне. Ну, это смех. Просто смех. Сведение 4,9 секунды. Почти 5 секунд сведения со всем оборудованием на сведение. 317 тысячных разброс. Но он еще терпимый, в принципе. Ну, это как у деструктора практически разброс и сведение. То есть, реально очень неудобная пуха. 12,5 секунд КД. Очень долго. Пробитие хорошее. 248. Альфа хорошее. 400. У Венчки хорошее. И вверх, и вниз там двадцатка, и десятка. То есть, нормально. Но он сам по себе высокий. Поэтому ему этих 10 градусов вниз, на самом деле, не очень хватает. Броня имеется. На броню мы и будем надеяться по большому счету. Скорости особо нет. Средняя скорость там 29 км в час. Это вперед. Назад он двигается 10 км в час. Это очень медленно. То есть, отъехать куда-то, спрятаться за углом после выстрела вы вообще никак не успеете. И, в принципе, танк очень старый. Его нужно апать. Однозначно нужно апать. Либо по скорости, либо по точности орудия. Потому что... Ну, или по ДПМу хотя бы. Да, вот по ДПМу, наверное, было бы идеально его апнуть. Потому что 1900 ДПМа на данный момент, это, конечно, жесть. Ну что ж, погнали. О, какой я красивый. Единственный с этой аватаркой. Повезло. Может, я еще и боссом буду? Давайте меня боссом сделаем, для того, чтобы я прям показал гуся во всей красе. Нет, увы, я мод. Поехали. У меня гравитон. Вот с гравитоном точно нам будет хреново играться. Представляете, какое КД долгое у нашего аппарата. О, им не повезло. 13.75 у них. Это босс. 4 тысячи хп. Да, когда ЛТ становится боссом, это, конечно, смешно. А у нас кто? А, у нас тоже ЛТ-босс. У нас хотя бы 4 400 хп. Так. Кто там? Эфлешка едет. Мы будем надеяться на нашу броню. Ну, потому что на ДПМ, надеяться, как я уже сказал, мы не можем. Вообще никак. Сейчас тебя КВ-4 пропесочит, друг. Вали оттуда. Ну, наш прагетто очень быстро отправился в ангар. Вылез сразу под 4 противника, включая босса. Давайте гравитона зацелим. Оооо, гравитон. Вот, и чтоб мне его добить, я даже, наверное, дождаться. Конца гравитона не успею, а он успеет смыться. Ну, конечно. Вот, настолько долгая КД. Ну да, и точность, конечно, прям суперская. Убейте вы его уже. Спасибо. Поехали в 13.75 мочить. Он, по идее, меня вообще не должен пробивать спереди. Но если он умный, он, кстати, сможет меня объехать. Ооо, 440 выше среднего альфа вылетело. Так, давайте. У нас этот зарядился перк. А, его уже убили. Увы. Видите, как мы шустро двигаемся к своей цели. То есть, чувствуется, чувствуется разгон. Чувствуется, что мы тут прям решаем. Что, поедем? Прям лютанем где-нибудь посередине заедем. Надо же броню все-таки свою показать. А то в меня никто даже не стреляет, потому что я тут катаюсь. Как дурачок какой-то. Вот точность свою показываю. Прям точная пушка. Люда, точная. Вот был бы у нас ДПМчик хотя бы там 2500. Была бы другая речь об этом танке. Был бы актуальный современный тайм. А так. Херня какая-то. Так, меня подзасасывает. Ну, я сопротивляюсь. Я могу. О, меня пробили. Как ты меня пробил, друг? Давай этого всасывать. Готов. Вот это интересно было. Ха-ха-ха. Подожгли парня. Ну, СТГ, кстати, примерно такой же ДПМ, как у меня. Там тоже что-то в районе 1900. О, босяра по мне раскидывается. Не, босяра, не трогай меня. Давайте быстрее убиваем. Так, мне нужно бронироваться все-таки от прагетто, наверное. Давайте их сейчас попробуем вытянуть всех сюда. Да, вытянул. Конечно. Вот, я говорю. ДПМа вообще нет. Ну, просто нет. И без ДПМа, ну, ты ничего не сделаешь особо. В режиме вот в этом особенно важен ДПМ. Потому что все, ну, практически все перки работают от выстрелов. И когда ты не можешь стрелять, ну, как бы, о чем речь? Мы даже побеждаем. Неплохо. Исуха, ты как там? Дружище. Лови маслину. Ты как меня пробил, негодяй? У меня есть хилка. А у тебя? У тебя тоже. Вот, черт. Вот, Исуха уже перезарядилась. И уже выцеливает очередную нашу какую-нибудь незабронированную зону. Куда он? Под шахт мне дал. Нифига себе. Нашел, куда пробить. Тигр, да ты прям счастливчик. Постоянно на меня нарываешься. 3 900 урона. Вот мы вроде катаемся, что-то там стреляем. Это нехорошо. Что, сложно? А тебе плюхов. Как думаете, в этом случае лучше бы Сака было убивать или Тигра? Напишите мне об этом в комментариях. А то я что-то решил. Что Басак поопаснее будет. На, держи. Не, СТГ, у тебя у Энчиков нет. У тебя без вариантов. Я знаю, что ты меня хочешь. Но, чтобы тебе получить желаемое, тебе нужно немножко сбоку заехать. Эх, увы. Ну, бомбардир. Все, сейчас точно забомбардирую. Представляете, что такое догнать АМХ-1357 на вот этом быстром аппарате просто скоростном. Пуля. Давайте сведемся чуток, а то точно промахнемся. Ух, хорошо полетел, Босяра. Ох, хорошо полетел. Сразу такой бонус. И настроение как-то поднялось, да? О, слушайте. Даже побеждаем как-то. Удивительно. В общем, вот такой вот аппарат вы купите за извините меня 1300 рублей. Нужен он вам или не нужен? Вопрос уже, конечно, такой. Едь отсюда, босс. Пытаюсь нашего босса спасти, а он не понимает. Вали. Вали отсюда. Мелкий. Тронируемся. Че, сложно, да? Сложно не выцелить. Не умирай, давай. Вали. Лучше я сам умру. Ааа. О, ещё раз. О-о-о-о. вот это нормально я подорвался это было весело сейчас посмотрим кто тут играл ну да ну да ну слушайте это просто совпадение что мы так хорошо отыграли это просто нам повезло что у нас босс какой-то был ну не очень давайте посмотрим сколько у него 46 процентов у парня ну как бы сами понимаете я бы не сказал что аппарат прям уж лютый ну да повезло в этом бою как-то учета там мы настреливали это взрывом я вот до хрени сейчас нес под конец там 1200 я видел 1200 прикиньте это мне три раза надо было стрельнуть чтобы набить такой урон а три раза это 30 секунд боя даже 36 в общем аппарат денег своих точно не стоит но вот этих 1300 рублей не берите ни в коем случае забудьте вообще о том что его предлагали вот это предложение если она не будет стоить рублей 100 ну ладно максимум 500 даже не смотрите в его сторону 1300 рублей это перебор в общем ребята вы меня поняли предложение с гусем абсолютно бессмысленное его брать вообще смысла нет предложение с рам 2 тоже абсолютно бессмысленное рам 2 тоже убогий танк он у меня кстати есть у меня на нем даже мастера по моему нет вот такой альфы нет ничего нет брони нет я не знаю едет как говно ну в общем тоже абсолютно бессмысленное предложение а вот на халяву предложение взять стоит на халяву берите однозначно три дня према Там 100 тысяч, еще вот эту аватарку поставить И будьте все модные, как я Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать С вами был Зав, подписываемся на канал Ставим лайки, а сегодня я с вами прощаюсь Всем спасибо и всем пока Думайте, что покупаете